Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 29 апреля. И Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги «Деяний святых апостолов», 9 глава, стихи с 32 по 42. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр же сказал ему, «Иней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидии и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. «Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не заметил прийти к ним. Петр же, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами рассуждаем на тему отрывка из книги «Деяний апостольских». Мы продолжаем чтение этой книги второго тома евангелиста и деописателя Луки. И так как евангелист Лука в своем проэмии, то есть в своем введении в Евангелие свое, то есть в Евангелие от Луки, он заявляет, что он по тщательному исследованию всех материалов, которые у него были, хочет составить четкую хронологию, историю. Лука пишет историю. И эта история завершается... Это не просто история Христа, потому что история Христа — это Евангелие, прежде всего. Лука заканчивает историю Христа Вознесением, но история Христа Вознесением не заканчивается, потому что она продолжается в его церкви, и для Луки очень важно, для апостола Луки очень важно показать вот эту преемственность, преемственность истории, что жизнь Христа продолжает свое действие в церкви. В православном богословии есть такое представление и такое учение о том, что церковь продолжает служение Иисуса Христа. А служение Иисуса Христа заключает в себе три функции. Это пророческое служение, это служение царское, и это служение первосвященническое. Все эти три служения заключает в себе Христос, и Он передает эту власть церкви. И церковь в своем земном бытии, в своей истории, в своей исторической перспективе, она реализует все эти качества своего божественного Учителя и Основателя, Господа нашего Иисуса Христа. И вот мы видим, как происходит эта реализация. Но давайте встанем на точку зрения автора, автора этих строк, автора божественных священных книг. Когда он писал, конечно же, в православном учении, в том, что богодухновенность книг включает в себя не только механическое записывание, когда Святой Дух диктует, но и творческое участие личностей автора. Поэтому мы можем находить некие различия в жанровой структуре, в стилистике между евангелистами. И вот, мы можем сказать, что для Луки важно показать эту историю. И то, что в этой истории церкви, церковь выполняет функцию служения Иисуса Христа. Священническое, пророческое и, конечно же, царское. И вот, в сегодняшнем отрывке, который идет параллельно с евангельским отрывком, который сегодня читается за богослужением, а надо сказать, что сегодня за богослужением читается Евангелие от Иоанна, повествование о расслабленном. И, как мы видим, здесь перекликаются эти идеи. Идеи евангельского повествования и идеи сегодняшнего отрывка из книги Деяний. И в этом, конечно же, это яркий пример параллелизма, некой типологии, некой аналогии. То, что церковь, церкви дарована такая же власть, какая дарована была Иисусу Христу, которая не была дарована, на которой он обладал, как Сын Божий, как Мессия. И эта власть дана церкви. И мы видим реализацию этой власти. В Евангелии от Матфея, например, сразу после Нагорной проповеди идет повествование о десяти чудесах, в которых вкраплены три речи, обращенные к ученикам, три призыва. И это тоже имеет определенный замысел. Евангелист, апостол Матфей, хочет показать здесь, что после декларирования, после произношения своей проповеди, после произношения нового закона, нового учения, выраженного в этих антитезах, сказанных древними, «А я говорю вам», после этого, после этого провозглашения явление Царства Благодати, в которой раскрывается в Нагорной проповеди, центром которой является молитва «Отче наш». И после этого сразу идет по замыслу автора, по замыслу Евангелиста Матфея, идет повествование о чудесах, то есть о явлении этого Царства здесь на земле. И оно проявляет себя, прежде всего, в тех чудесах. Властью над силами природы, властью над болезнями, над результатом греховной жизни, результатом греха, то есть это тление, и даже над смертью. Также и здесь проводится параллель со служением Иисуса Христа. И мы видим, что Петр, обходя уже сформировавшиеся общины, зарождающиеся общины, он приходит в Лиду и исцеляет Энея, который восемь лет был расслаблен, также параллель, точная параллель с исцелениями Христа мы видим здесь. Христос исцеляет расслабленного в сегодняшнем евангельском чтении, и Петр исцеляет именем Иисуса Христа. Действие, жизнь Иисуса Христа продолжается в Церкви. И власть, полнота власти тоже передана Церкви, и она реализует себя через вот это явление Царства, через исцеление. Два повествования о чудесах идет в сегодняшнем отрывке. Это повествование о исцелении расслабленного и повествование о воскрешении мертвой. И здесь, даже в отдельных словах, если вы сравните такое же повествование об исцелении дочери Иаира в Евангелии от Луки, то вы увидите даже некоторые схожести в формулировках слов, в жестах. Петр выслал всех вон, так же и Христос изгоняет всех, оставляя только подле себя нескольких избранных учеников. Петр выслал вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись в телу, сказал, Тавифа, встань. И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. Точный, четкий параллелизм, типологический образ воскрешения дочери Иаира. Это все свидетельствует о том, что реальные события, которые происходят в жизни Церкви, Лука описывает и вставляет их, комбинирует их в той последовательности, в которой он считает нужным согласно его замыслу. А его замысел показать распространение и жизнь Церкви в Святом Духе и продолжение служения и явления Христа в жизни Церкви после Его Вознесения. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны сообращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова